Приветствую вас, мои друзья. Буду говорить погромче, потому что сегодня я снимаю в очень экстремальных условиях. У меня шатается штатив, потому что дует очень сильный ветер. Прям задувает. Я надеюсь, что меня будет хорошо слышно, поэтому не снимаю кофточку, чтобы микрофон сильно не задувало. Я нахожусь на берегу самого большого искусственного водоема в Европе. Это Ижевский пруд. Он очень большой. И когда-то он был выкопан вручную. То есть он искусственно выкопан. И давайте посмотрим, что у нас получится. Потому что реально штатив трясется. Я надеюсь, что у этого телефона, на который я снимаю, хорошая стабилизация. Тут, возможно, будут ходить люди, ездить мотоциклы. Но нам это не должно мешать. Наша задача снять сегодня пользу для вас. И сегодня я хочу поговорить о двух важных моментах. Второй момент, забегая вперед, это будет касаться одного довольно хорошего упражнения, которое я вам сегодня дам. Я его распишу. Я его даю на своих платных программах. По нему люди строят целые тренинги, целые программы. Иногда я буду подходить так, потому что я боюсь, что он может снести штатив. У меня уже такое было. Поэтому еще раз говорю, видео в максимальных экстремальных условиях. Ну, хотелось вот снять живописное место, чтобы не только из помещения было. Так вот, упражнение, на нем строятся целые программы, целые системы. Есть такая женщина, Луиза Хей, которая с помощью него ведет прям целые программы, целые тренинги, посвященные вот только этому, вот этому одному упражнению. Я изучал многие течения. И скажу так, что само упражнение, оно действительно эффективно, оно имеет место. И может помочь определенному типу людей. В принципе, оно поможет всем, да, в той или иной степени. Но кому-то больше поможет. И я обязательно сегодня расскажу о нем, обязательно расскажу, как его делать и для чего оно нужно. Но перед этим хочу несколько таких моментов озвучить, важных. Они как раз связаны с тем, что почему, это все еще в тему предыдущих видео, почему, например, два человека, у которых абсолютно, ну, как бы скажем так, одинаковая жизнь, да, одинаковые условия, все, казалось бы, ну, вот плюс-минус одинаковое, они приходят на один и тот же тренинг или программу, или там курс, но один получает результат, а другой не получает результат. И я здесь не буду говорить банальных вещей на типа, ну, один делает, другой не делает. Нет, одинаковые условия. Все делают, оба делают, оба делают эффективно, оба делают осознанно. Они вникают в то, что им дают. Но почему-то у одного есть результат, у другого нет. Нет, это касается книг, это касается программ, это касается всего. И дело тут в нескольких вещах. Еще раз говорю, мы не будем касаться банального, о, ну, тот не делал, а этот делал. Да нет, тот применял, а этот не применял. Здесь я немножко о другом, здесь я о более тонких вещах. Ох, ветер как усилился. И эти вещи, я иногда буду отходить, иногда буду придерживать вот так вот ногой штатив. Эти вещи касаются тонких моментов. Первый момент, который бы я хотел с вами обсудить, он касается темы, связанной с Богом. Потому что один, он может безбожно поступать. Безбожно это значит, он Бога отрицает, он в Бога не верит, он в Бога вообще может даже, как бы, проклинает, да, и винить в каких-то там своих бедах. То есть безбожно поступает. А другой наоборот. Он изучает науку о Боге, он проповедует, он следует Божьим замыслам, да, и по воле Бога действует. То есть он следует законам Бога. И вот эти два человека приходят на программу какую-то, и поверьте мне, у того, кто следует законам Бога, результат будет. Объясню почему. Почему? Потому что он старается слышать Бога, он старается действовать по его воле. А значит, он пришел на эту программу в том числе, возможно, да, это не на 100% так, а исходя из того, что его туда двигала в том числе воля Бога. И в этом случае он попал на то место, где действительно, вот, конкретно в его случае, вот этот тренинг будет являться лекарством. Потому что для кого-то он может являться ядом, да, одно и то же. Для одного может быть лекарством, а для другого ядом, да. Как говорится, что русскому хорошо, то говорят немцу смерть. И это очень тонкий момент, мы его никак не отследим. Но в целом, если мы предаемся, если мы действительно начинаем слышать подсказки из сердца, потому что Бог у нас в виде параматмы в сердце присутствует, то мы идем туда, куда он нас ведет. Мы чувствуем вот этот внутренний отклик, да, то есть мы начинаем действовать по своей природе, понимаем, вот это нам поможет, вот это нам поможет, а вот это вот, ну, туда мне точно не стоит идти. Это первый момент. А тот, кто безбожный, он как действует? Он действует исходя из своего эго. Вот. Я решил, что мне это надо, я пошел, я пытаюсь что-то самостоятельно сделать. И вот он тешит свою гордыню. Я сам, я сам, я сам, я сам. И вот это я сам, оно ломает очень, судьбы очень многих людей. Мою в частности тоже. Потому что я все время действовал, да, исходя из того, что я же мужчина, я же решительный, я же уверенный, я все сам должен добиться. Сам, 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 сам. Я даже песни слушал, я себя мотивировал, я проходил разные мужские программы, разные тренинги, где вот это вот прямо прокачивалось. И это неплохо. Плохо то, что я действовал безбожно. То есть я рассчитывал только на свои силы. И бог таких, ну не бог, да. Я даже, наверное, про аудиотренинг расскажу в следующем видео, потому что это видео получится, ну, достаточно объемным. И про упражнение, аудиотренинг он называется, расскажу в следующем видео. Так вот, бог, даже не бог, а законы его энергии, то есть законы вселенной в виде кармы и в виде вот этой вот иллюзии. Иллюзия – это тот материальный мир, в котором мы живем. Почему он называется иллюзией? Потому что это не есть реальность. Это мы думаем, что мы это реальность, но это не реальность. Реальность наша – это духовный мир. Мы пали оттуда, нам создали вот эту реальность, чтобы мы здесь попробовали побыть богом, да, понаслаждаться там, еще что-то сделать. Ну, то есть бог нам дал свободу выбора, и мы пробуем эту свободу выбора, так сказать, на себя примерить и действовать, так сказать, самостоятельно, да, исходя из своего ложного эго, исходя из своих убеждений и установок, исходя из того, что это я тут наслаждающийся, это я тут самый главный, это я в центре вселенной, да, и очень много песен об этом, очень много фильмов об этом, которые проповедуют, казалось бы, вроде бы, с первой точки зрения достаточно, ну, хорошие вещи, ты всего добьешься, ты молодец, ты вот такой-сякой, такой-сякой, ну, пускай от самое важное, пускай от самое важное – Бога. И вот это очень важный момент, я на нем делаю акцент каждый раз, потому что можно прийти на тренинг личностного роста, на какой-то психологический курс, на что-то еще, да, на какой-то вот, ну, на какой-нибудь курс, который обучает вас заработку или еще чему-то, но при этом не слышать волю Бога и таким образом, ну, потратить время, потратить силы, потратить энергию, потратить, в конце концов, часть своей жизни, да, не получить того, что нужно на самом деле, а нужно всем счастье, нужно всем счастье. Просто у нас ориентиры сломаны, наш внутренний навигатор не работает, либо вообще отсутствует, и мы не подключены к руководству высшими силами. Теперь второй момент, который я бы хотел озвучить, он тоже очень важный, и он поясняет, смотрите, какие вещи. Очень часто я вот, когда консультирую людей или общаюсь с людьми, так, давайте я вот так вот руку уберу, надеюсь, все-таки, что этот сильный ветер, а он начал до самого начала этого видео, природа мне, короче, подпевает, вот, поэтому я говорю достаточно громко, чтобы вот прямо слышно вам было, и вот немножко рукой держу, вы уж меня простите, но надеюсь, вот этот вид шикарный, да, он все, так сказать, нивелирует. Я потом еще сниму видео с другого ракурса. Так вот, второй момент, он, смотрите, чего касается. Когда я консультировал людей, когда консультирую, очень часто люди задают вопрос, ну вот почему я начал верить в Бога, я начал идти к Нему, ну почему у меня все разваливается, почему у меня все так плохо, почему вот там дядя Вася там или тетя Маша, они едят мясо, они вообще там в Бога не верят, пьют алкоголь, ну у них все в жизни прекрасно, у них что-то все вот как удачно, все получается. то есть два человека, да, один встал на праведный путь, а другой продолжает греховную деятельность, ну у того грешника получается все вроде как красиво, машина там еще что-то и так далее, и так далее, то есть все атрибуты успешной жизни, и удачно так все получается. а вот этот человек вроде как будто вот ну, я с Богом с тобой, ну пожалуйста, ну что что у меня так все плохо-то, я тоже хочу этот момент прояснить, смотрите, законы кармы, они влияют на каждое живое существо, вот в материальном теле, но вот эти деревья, но вот тех людей, которые идут сзади, на меня в частности, на вот эту птицу, которая летит, то есть законы кармы, они действуют, это как, ну как правило дорожного движения, много раз этот пример привожу в своих видео, это как законы гравитации, можно верить законы гравитации, можно не верить, но они действуют неукосительно, да, если я прыгну с девятого этажа, и мне в зоне будет батута, или у меня парашюта, ну я скорее всего разобьюсь, законы будут на меня действовать, да, я не на том уровне святости, чтобы у меня вдруг появились крылья, я полетел, да, в некоторых случаях, если так суждено, и такая случайность произошла, и вот будет вдруг Богу угодно, он сделает так, что ты, ну, покалечишься, но, например, как-то очень лайтово, или что-то внизу там будет такое, но эти случаи мы сейчас не разбираем, я в целом хочу привести тот пример, что карма действует, выяснили, да, теперь смотрите, карма это настолько сложный предмет, что большинство учителей, моих учителей, наставников, большинство людей из духовного мира, кто уже проповедует самую точную, самую настоящую науку сознания Кришны, они практически про карму не говорят, почему, потому что в ней разобраться, это просто, ну, невероятно сложно, да и не нужно, но, когда мы встаем на праведный путь, когда мы начинаем делать шаги к Богу, законы кармы начинают тихонечко угасать, но полностью тоже не отключаются, как это работает, представьте себе вентилятор, вот вентилятор включенный, вот это карма, он дует, да, и когда мы его выключаем из розетки, вот вилку выдрали, или там нажали на выключить, мы видим, что он еще по инерции, еще, да, там, еще, еще немножко крутится, прежде чем остановиться, карма примерно действует точно так же, когда мы встаем на праведный путь, получается, что, ну, как бы, ее действие, оно немножко приостанавливается, оно притормаживается, как вот эти лопасти, вот этого вентилятора, и должно прийти какое-то время, прежде чем, прежде чем ее действие, ну, не то, чтобы прекратиться на 100%, ну, большая часть, там, какой-то негативной кармы, она отступит, у кого-то должно пройти, ну, достаточно прилично времени, и проблема как раз в том, что вот этот шлейф, он тянется за нами, многие, 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 возможно, миллионы жизней, и там черт ногу сломит, и бог ногу сломит, там вся небесная канцелярия ногу сломит, там так все запутано, друзья мои, причем одновременно работает как негативная карма, так и хорошая карма, да, нам что-то может прилететь за наши благочестивые поступки, но за наши какие-то греховные поступки может прилететь плохое, одновременно, что-то прилетит в будущем, что-то уже действует сейчас, что-то еще только-только набирает обороты, что-то мгновенно прилетает, и в этом во всем разобраться очень тяжело, поэтому люди, которые только-только встали вот на этот путь праведности, вот для вас это как вот этот вентилятор, да, нужно дальше следовать, нужно брать дисциплину, нужно идти духовным путем, не останавливаться, а я на себе могу сказать, я про себя говорю, я знаю много историй о преданных, которые рассказывали, какие ситуации в их жизни разрешались, когда они предавались Богу, не просто мальнулись, типа, боженька, помоги, и все, и поехал дальше там по своим делам, а предавались по-настоящему, то есть посвящали ему жизнь, посвящали ему сердце, такие ситуации разворачивались, друзья мои, и я по себе скажу, по всем законам жанра, вот мне прям приходили сигналы, что я должен либо сесть в тюрьму, либо возможно даже не жить, то есть был период, когда мне шли угрозы, когда там вели следствие, было очень тяжело, ну то есть был такой период у меня в жизни, и этот же период, он так получилось, что он связан с тем, что я начал вставать на духовный путь, то есть Бог, он меня вел, и когда я встал на духовный путь, конечно, это не сразу, да, типа, вот я в мгновение встал на колени, и все, Бог, я с тобой, нет, прошло какое-то время, я изучал священное писание, я предавался, и предаюсь, и это процесс на долгие-долгие годы, это процесс на всю жизнь, а может даже и не одну, ну даст Бог, по милости твоей Всевышней, было бы здорово, если бы уже при этой жизни я пришел к тебе, Господь, вот, и я эту ситуацию наблюдаю очень часто, в общении, когда люди жалуются, что вот так, вот у меня жизнь такая-сякая, вот, а что вот как бы я молюсь Богу, а он мне, типа, ничего не дает, я говорю, а сколько вы молитесь, а как вы предаетесь, а вы прекратили, например, греховную деятельность, и там очень много нюансов возникает, поэтому, друзья мои, здесь, вот этот момент тоже важно понимать, что, ну, терпение, нужно терпение, терпение, смирение, на этом пути, обязательно судьба развернется наивысшим и наилучшим для вас образом, просто здесь не нужно как бы сбрасывать со счетов то, что было уже в прошлом, то, что это было натворено, то, что мы там наделали делов, но и не переживать, да, не нужно в этом разбираться, не нужно ходить к каким-то там, ологам, да, которые вашу там прошлую жизнь поднимут и скажут, кем вы были, что вы делали, это вам не поможет, единственное, что вам поможет, это предание Богу, вот, это два таких момента, которые я хотел вам рассказать, надеюсь, это видео записалось, надеюсь, у меня получилось, вот, потому что я все время пока с вами общаюсь, я держу вот этой рукой штатив, а он трясется просто ужасно, вот, ну и ветер дует не переставая, вообще не прекращаясь, поэтому, друзья мои, пожалуйста, вот эти два момента учитывайте в своей жизни, сил вам терпения на вашем духовном пути, пусть Бог всегда будет с вами, а он всегда с вами, разворачивайтесь к нему, общайтесь с ним, вникайте в духовную науку, это просто невероятный счастливый случай, что вы родились в человеческом оплощении, вам дан шанс, бесценный дар, говорят, жизнь это бесценный дар, да, это так, но в человеческом оплощении, это просто лотерея, это вы миллионы, миллионы в оплощении разных формах жизни, прошли прежде чем родиться вот здесь, и потратить эту жизнь впустую, просто, просто, ну это, это как, знаете, вот, как будто вам дали билет, и там выигрыш на этом билете, допустим, миллиард долларов, я думаю, никто бы сейчас не отказался от таких денег, и вы 100% знаете, что вы получите этот миллиард долларов, вот, вот, получить жизнь, это как получить вот этот лотерейный билет, но вы его не обналичиваете, то есть вам говорят, нужно сделать вот то-то, 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 а вы этого не делаете, вы делаете что угодно, но только не это, вот так и мы со своей жизнью, мы ее тратим просто невероятно глупо, тупо, и не факт, что в следующую жизнь мы придем в то же человеческое воплощение, все зависит от того, как мы развиваем свое сознание, поэтому благости вам, сил на духовном пути, дисциплины, разума, все это дает Господь, если мы начинаем предаваться, вот, молитесь, друзья мои, молитесь, еще раз молитесь, и Бог вам поможет, с Богом, мои хорошие, Ария Кришна, с вами был Михаил Киль, на связи.